В Одессе, кстати, ограничат информацию о том, когда жителям города дадут свет. Об этом сообщит глава областной военной администрации Максим Марченко в виде обращения. Он заявил, что россияне используют эту информацию о ремонтных работах, чтобы планировать и наносить новые удары. А когда ситуация с электрособжением улучшится, отметил Максим Марченко, каждый одессит и житель области это почувствует. Я напомню, что в ночь на 10 декабря Россия атаковала дронами Камикадзе, объекты энергетической инфраструктуры Одесской области. Из-за того Одесса и ближайшие населенные пункты были практически полностью обесточены. По информации Марченко, если в субботу, 10 декабря, в регионе без света было более полутора миллиона человек, то на следующий день их количество уменьшилось в пять раз, до 300 тысяч. Как одесситы противостоят российским атакам? Как поддерживают друг друга в эти дни? Смотрите материалы наших коллег. После российских атак по объектам энергетической инфраструктуры в Одессе звук работающих генераторов стал уже привычным. Удары беспилотника в России оставили областной центр на выходные без света, воды и тепла. Однако Анну, как и других одесситов, отсутствие электричества абсолютно не пугает. Она рассказывает, ее семья продолжает заниматься своими делами, но только без света. Преимущественно нет света, но ничего страшного, в общем-то. Мы справляемся. Электродом у нас, все на электричестве. И если что, только вода не на электричестве. Одеваемся теплее. Купили газовую плиту, а так и живем. Пазлы при свечах, книжки читаем, домашку делаем. Ну, в общем, заняться есть чем. Аккумулятор, светодиодные ленты. Вот так и выживаем. Когда сел аккумулятор, при свечах сидим. Ну, мы понимаем, что такая ситуация в стране. Ну, а что делать? Выезжать я не хочу. Пока что. Будем до последнего, до победного. После атаки российских дронов «Камикадзе» в доме Кристины света нет уже четвертые сутки. Повезло, что есть газ на первом этаже. Можно хотя бы подогреть кипяток, воду, как-нибудь там помыться. И воду тоже периодически выключают, как и отопление с перебоями. Но это не настолько критично, как когда нет света. Девушка работает в бьюти-сфере. Рассказывает, для нее самая большая проблема – это отсутствие связи и интернета. Из-за чего ей сложно общаться со своими клиентами. По поводу отчаиваться, думаю, нет. Потому что, ну, как бы, а смысл? Жизнь-то продолжается. Адаптируешься. Вот к четвертому дню, да, не можешь разогреть горячую воду в бойлере, но там разогрел на плите газовой, там, кастрюлю воды горячей. И уже как-то уже не так к этому относишься. Уже другой вопрос, блин, интернет хотелось бы. Ну, думаешь, ну ладно, зайду на интернет уже там на работе. Ну, и привыкаешь. В любом случае ко всему привыкаешь, но не хочется, чтобы это было долгосрочно. Жители города сетуют. Единственное, чего бы хотели, это понимать, как долго придется жить с перебоями электроснабжения. Но в Одесской военной администрации сообщили, что такую информацию будут подавать ограничено. Враг использует любую информацию о ходе ремонтных работ для нанесения повторных ударов, а также планирования новых. Поэтому из-за чувствительности такой информации мы будем обнародовать ее очень ограниченно. Прошу отнестись с пониманием и доверять нам. Уже когда ситуация с электроснабжением улучшится, каждый из нас и так это почувствует. Отсутствие света для горожан стало поводом проводить больше времени на улице. Впрочем, кто-то наоборот спешит домой к своим питомцам. Я стараюсь кушать все теплое на работе, а домой прихожу просто спать, у меня там маленькая кошечка. Ну стараемся не унывать, стараемся все равно пережить, все равно доживем до нашей победы, и потом все будет лучше. Помогает горожанам и бизнес, который дает возможность зародить людям гаджеты, поработать в тепле и с интернетом. Если раньше в это кафе приходили за вкусным кофе и сладостями, то сейчас оно превратилось в мини-коворкинг для работающих удаленно. Бывает с 8 утра до 8 вечера полный зал, с ноутбуками, с зарядками, с удлинителями. Вы представляли эти вот... Конечно, без проблем, даже приходили заряжали свои генераторы здесь, маленькие. В какое время нельзя отказывать. У меня кошмарная ситуация в доме, света практически никогда нету, или я просто на него не попадаю. И вот с начала этого всего коллапса, я открыла для себя это кафе, и сейчас здесь практически каждый день работаю. Пью вкусный кофе, нашла себе здесь много крутого общения, и все классно. Я себе стоматолога нашла. Чтобы зарядить гаджеты, люди также приходят в супермаркеты и торговые центры. Телефон, да, вот один телефон заряжен, фонарик, и дом еще гирлянда висит на батарейках. А, ну, насыпалкой не добьешь. У меня он племянник сбросил с бахмута, сфотографировался, мы на месте, все, нас не сдвинут. Я знаю, что будет классно. Одни и те же люди здесь. И немного отстранились от телефона, начали общаться. Вы знаете, есть в этом плюс. Мать двоих детей, дети начали читать. Один плюс, я рада. Дети начали читать, потому что телефон и интернет вообще в доме плохо работают. Все больше людей начинают пользоваться пунктами несокрушимости. Таких в Одессе развернуто уже более 250. Один из них размещен в цокольном помещении образовательного учреждения. Если свет выключать, сразу приходим сюда, заряжаемся, отдыхаем. Ребенок играется на электричестве, весь дом. Если нет света, значит нет ничего. Ни воды, ни тепла, ничего нет. Ни обогрева, никакого вообще ничего. Не зарядиться, естественно, ни печки. Даю чуть-чуть свет, приготовили. Разогреваем. У соседей есть генератор. К ним обращаемся, когда они дома. Пускаемся, к ним они нас выручают. Здесь есть все необходимое. Электричество, тепло, а также вода, аптечки, одеяло. Этот пункт может принять несколько сотен человек. Также в этом пункте несокрушимости есть комната для матери и ребенка, в которой мы сейчас находимся. Здесь есть все необходимое для того, чтобы провести время в тепле и уюте со своим ребенком. Кроме того, в центре несокрушимости есть медпункт, укрытие, запас питьевой воды и продуктов. По информации пресс-службы Одесского горсовета, за прошедшие сутки в Одессе пунктами несокрушимости воспользовались более 12 тысяч человек. Это почти в два раза меньше, чем 10 декабря, после атаки российских беспилотников по энергетической инфраструктуре Одесской области. Бригады одесских энергетиков продолжают неустанно работать над тем, чтобы восстановить разрушения и возобновить электроснабжение жителей Одесского региона по стабилизационным графикам. Виктория Синько, Никита Бабенко для телеканала Freedom.